страна у нас действительно большая немало и народу в ней живет кто-то не видел ягеля а кто-то молочая мы постараемся все показать опять идем в поход и снова едем в наш любимый питер белые ночи там хотим мы посмотреть а заодно хотим развод мостов увидеть и вам все показать и может песню спеть здравствуйте уважаемые любители рок-музыки как я и обещал мы проехали на первую экскурсию в музей артиллерии ведь я же вам говорил что волосюк sd это артиллерист бывший только морской а морские артиллеристы называются комендоры но это все равно артиллеристы поэтому мне очень интересно посмотреть на разные пушки гаупицы до мартиры вы скажете так ведь это все пушки чем они отличаются друг от друга вкратце расскажу я конечно такой уж большой специалист в области военной техники но тем не менее разницу знаю пушка это длинноствольное орудие которое ведет огонь по настильной траектории когда угол возвышения ствола не превышает 20 градусов и стреляет по удаленным целям но из нее также можно вести огонь и в упор прямой наводкой что и делали наши когда фашисты шли на них а наши прям уже прямой наводка лупили из пушек хотя пушки не предназначены для ближнего боя гаубица это орудие которое стреляет навесом через горку и может быть более крупного калибра так как и не нужна такая скорость снаряда вот они прекрасно вот этих гаубицы видите громадные с большим калибром снаряда потому что ему легче вот так вот перебрасывать даже тяжелый снаряд невозможно послать по настильной траектории мортира же это короткоствольное орудие тоже как гаубица навесным образом стреляет оно крупного калибра сейчас их не применяют они устарели и переродились минометы может быть это нам и покажут эти мортиры но повторюсь сейчас навесные орудия это минометы которые с маленьким калибром а с крупным калибром это все равно гаубицы но это я рассказал все вам очень просто сейчас пройдем все посмотрим больше ничего сказать не могу но нам повезло мы встретили директора вернее он нас встретил подошел на валерий михайлович орлов полковник который являлся с близким товарищем как он сказал что другом калашникова и которому он за свои деньги поставил памятник здесь же мы покажем вам его и поэтому он нам сразу же предложил взять экскурсовода и пройтись по музею уже чтобы нам рассказали все о нем компетентные люди давайте так и сделаем князь александр невский открыли сейчас выставку 80 лет катюши артиллерийский музей в годы великой отечественной войны и так далее калашнику калашников сфотографии обязательно это моя личная идея я за свои деньги сделала что у друга михал тимофеевич у нас есть две экспозиции одна из них называется дары калашнику артиллерийский музей михал тимофеевич подарил 180 образцов дарственного оружия стрелкового холодного которые ему подарили за последние 40 лет первые лица государства си а я его знавал 40 лет и в памяти я был его другом и в память об этом я его увековечил на территории музея позвольте позвать вашу да ради бога меня зовут сергей а меня валерий валерий я вам хочу сказать что этот памятник намного красивее вот я вам не надо я поддерживаю хороший так это зафигачили где-то под небесами еду на такси игры слушай водила где у вас памятник калашникова и приезжаю мимо не знаю а тут прям классом парамон и джори старшего сержанта на деревенской самейки из куре где он родился в казахстане вот так вот такой памятник шикарный просто класс не узнаете памятника форме старшего сержанта красной армии в мире нет и в россии я вам хочу сказать в смоленской знаете василию теркину и твардовская вот такой памятник вот в таком же сильный фор они сидят но он войну генеральский форум нет он твардовский а теркин на против него сидится гармошкой мы живые люди прямо в класс и здесь он живут вот такой памятник он вписался сюда он был другом музея я был его лично поэтому он здесь я увлековечил его память спасибо вам уважаемые любители рок-музыки я обещал вам рассказать и показать мортиры вот они вот она мортирка древние орудия короткоствольная предназначена для навесной стрельбы здесь вот длина ствола всего лишь навсего 115 сантиметров калибр 310 миллиметров 31 сантиметр представляете что это за снаряд колоссальный у нас на крейсерах главного калибра стояли орудия 152 миллиметра а на эсминцах 122 миллиметра на котором я служил в башне главного калибра а здесь вот такой весит она почти две тонны и повторюсь стреляет навесной и как бы это ни было смешно и парадоксально на самом деле орудия пушки которые стреляют на стильным этой траектории не выше 20 градусов раньше считались оборонительным оружием потом конечно же их начали использовать в оборонительно наступательных операциях любая операция наступательная начинается с арт подготовки но на самом деле пушки предназначены больше для обороны а вот это для выкуривания противника когда ты наступаешь гаубицы через перекрытие через горы стрельну через возвышение по блиндажам поэтому это наступательное оружие и она потом переродилась в минометы минометы сейчас повсеместно используются они легкие быстрые и я когда служил в учебке на русском острове в школе оружие то мы изучали конечно морские орудия но нас и готовили в том числе и для сухопутной борьбы и поэтому мы учились стрелять из минометов 120 миллиметров я был командиром минометного расчета и нас тренировали и вышкаливали чтобы быстро устанавливали разворачивали миномет и меня удалось вышкалить своих минометный расчет до такой степени что мы в два раза быстрее норматива устанавливали миномет и однажды были учения и проехала командование флота из владивостока там адмирал какой-то снимку высшие офицеры и как раз вот эти все учения по обороне русского острова и мы быстро разворачивали свой минометный взвод и и мы установили миномет в два раза быстрее норматива и потом после учений всех построили и он шел вдоль строя подходит ко мне представьтесь я представляюсь и он говорит ему командиру учебки отпуск 10 суток матросу а я только три месяца прослужил только недавно присягу принял какой-то мой отпуск поэтому этот адмирал уехал и никого отпуска не получил сказать нечего морду баловать никаких отпусков а я так был счастлив думаю ну блин три месяца прослужил в отпуск ну классно но отпуска не получил потом уже в отпуск ходил аж через полтора года так что так и что я узнал еще о самом музее прежде чем мы поехали сюда оказывается это музей не только артиллерии а военно-исторический музей артиллерии инженерных войск и войск связи но кратко все равно и вовсе называют по старинке музей артиллерии создан он был еще петром первым в далеком 1703 году но не как музей а как специальный цех гаусс для хранения старинных артиллерийских орудий туда доставлялись на хранение для памяти на вечную славу отечественные и трофейные артиллерийские орудия представляющие собой историческую ценность потому что разнообразная техника в мире делалось оружие люди изгалялись как только хотели испытывали проверяли что лучше стреляет собрание сначала именовалось зал достопамятных предметов главного артиллерийского управления затем стало именоваться просто артиллерийским музеем а с 1903 года артиллерийским историческим музеем а после второй мировой войны в него были переданы фонды военно-исторического музея и военного музея связи отсюда и сегодняшнее объединенное название музей артиллерии инженерных войск и связи помимо пушек и ракет в музее представлено множество стрелкового и холодного оружия военно-инженерной техники средств военной связи боевых знамен военной формы одежды произведений батальонной живописи и графики наград и знаков а также множество архивных документов свидетельствующих об истории развития артиллерии русской армии и ратных подвигов защитников отечества также здесь имеется большая живописная графическая и скульптурной коллекции среди экспонатов есть произведения отражающие героическое прошлое россии портреты императоров великих князей прославленных полководцев отличившихся солдат и офицеров залы музея украшают картины известных русских художников баталистов ли вивальди дмитриева оренбургского шарлемания сафонова ну и других в музее имеется большой научной архиве научная библиотека сотрудники музея ведут научную историческую работу ну а что уважаемые любители музыки впечатают вас королевские проспекты хоть постоять рядом подзарядиться мощью спасителя отечества прекрасная скульптурная работа михаила илларионовича кутузова великого нашего спасителя отечества мудрый был видите москву сдал хотя бар гладитоли смоленск тоже сдал отошел но зато спас армию и кутузов москву сдал но зато армию спас и потом вышибли всех этих захватчиков мудрый смелый человек потому что принять такое решение царский град оставить это 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 очень надо было смелым человеком дай бог нам всем быть такими мудрыми и смелыми хотя наверное это слова синонимы мудрость и смелость я всегда это говорил и буду говорить дальше умные и смелые до слова себя но больше всего конечно не больше всего впечатляет конечно так карета потрясающе победная такая парадная у вас прекрасная карета мне понравилось и что для меня открытием было на кораблях то там труба используется как дубль подача сигналов тревоги там обеда ужина там склянки отбивают сигналы подающие современные такие синтезаторные и и труба дубль дубляж но оказывается и барабан и то же самое это не только парадная вещь обстучать дропе маршировали под них а оказывается барабанами пехоте давали команды честно говоря я этого не знал стыду моему но что хочу сказать вам уважаемые любители рок-музыки мне очень понравился этот музей мы конечно они прошли наверное десятую часть экспозиции но все сразу быть и невозможно но экскурсовод высший пилотаж 1703 году уже родились как экспозиция фигура забирательный конечно образ александр ярославич невский вот он был новгородским князем в необъятных территориях новгородских земель была и наша одна пятая владений новгорода в географии называется водская пятина здесь жили племеноводы так вот он со шведами тогда с теми же очень неплохо дрался за свои территории за выход балтийское море откуда музей взялся на территории крепости строящийся только царь приказал деревянный домик выстрелить туда трофей от взятия не шанса победного добавить и бесплатно показывать ворту начинается а экспозиция уже есть на военную тему приходи смотри радость победа вот так как воюем мы всегда то было что подкопить на мы подкопили на сегодняшний день одну из самых крупных в мире военных коллекций красиво праздник искусства художественная бронза 15 16 века очень грамотно и последовательно рассказала и провела нас по развитию огнестрельного оружия как она начиналась с самых простейших как потом наращивали прикладную часть как потом наращивали затворы затворы усовершенствовали как делали многодульность потом делали много револьвер на сделали очень очень интересно рассказала с не показала всякие и в том числе и холодное оружие которым не только воевали на равных но которыми добивали побежденных которые просили добить себе то оказывается знак всемирно известны тех времен что человек попросил добить его чего он не мучился это специальное оружие было колющие специальное оружие для палачей но оказывается не острая ну смысле не остроконечная она то острая палаши такие им только казнили потому что она считалась осквернем не хочу интересных я с удовольствием послушал и хочу тебе еще сходить военно-морской музей почему потому что там тоже есть морские орудия с комендор из морской кулист поэтому надо туда быть ходить не знаю в эти выходные успеем или нет но постараемся из жизни русской профсессуры из жизни докторов наук истории вам без цензуры расскажет рокер валащу